Владислав Ефремов и Андрей Куприянов недавно отпраздновали 18-летие. К совершеннолетию они получили прекрасные подарки. Квартиры в новостройке микрорайона Пригород Лесное, что в деревне Месайлова. Лично поздравить ребят и вручить им ключи приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Сегодняшние квартиры, которые, знаете, некий такой подарок на день рождения, раз уж так совпадает, они станут таким первым шажочком вам с тем, чтобы стать в жизни успешными, уверенными и самостоятельными. Да, повторюсь, создать семью, не сомневаюсь, сделать что-то героически прекрасное и для в целом России, для своей малой родины, теперь Ленинского городского. Мы вас поздравляем. Квартиры ребятам положено по программе жилища, действующей на территории Московской области с 2013 года. Согласно программе, все дети-сироты, достигшие совершеннолетия, обеспечиваются собственным жильем. В Ленинском городском округе за это время счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 40 юношей и девушек. У нас в этом году по плану предусмотрено 9 квартир, 9 будем выдавать детям. Мы уже два ребенка в конце июня получили жилье в этом же доме прекрасном. Сейчас мы тоже двоим выдаем, ну и к концу года еще 5 человек будут обеспечены. В квартирах общей площадью 33,7 квадратных метра есть все необходимое для жизни. Свежий ремонт, сантехника, электрическая плита. Останется завести мебель и можно праздновать новосерие. Нет такого, что маленькая кухня и основная комната огромная. Допустим, здесь все сбалансировано. То есть здесь, допустим, стоит основная кухня, здесь стоит обеденный стол и также балкончик. То есть в целом все очень выглядит красиво и удобно. Андрей Куприянов учится на разработчика веб- и мультимедийных приложений и уже программирует сам. Поэтому в первую очередь планирует обустроить себе удобное рабочее место и в ближайшее время переехать. А вот будущий финансист и музыкант Владислав Ефремов, хоть и очень рад такому подарку, торопиться с переездом пока не планирует. Чтобы жить самому, я думаю, нужно сначала получить работу, стабильный заработок и все остальное. А дальше потом саму придется. Бабушка Влада Наталья Алексеевна по хозяйски, оглядев квартиру, также осталась довольна. Я в восторге. Даже не ожидал. Мне так все понравилось. Просто замечательно. Огромное спасибо нашей администрации и отдельно Светлане Петровне Кнедовичу. Напомним, что первоначально с ребятами, оставшимися без попечения родителей, заключается договор найма специализированного жилого помещения. Также Управление опеки и попечительства назначает таким детям пост-интернатный патронат, в ходе которого кураторы помогают сиротам адаптироваться к взрослой жизни. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Виктория Никольский, Видное ТВ.